В далеком 1978 году в поселок Десногорск из Республики Беларусь приехал Николай Владимирович Савинич. Именно с его появлением в городе на базе средней школы номер один в маленьком спортивном зале заработала секция под дзюдо. Тренерская работа Николая Владимировича привела его учеников к вершинам спортивных побед. За прошедшие годы стены зала покинула целая плеяда дзюдоистов. Среди них чемпион Европы, три мастера спорта международного класса и 15 мастеров. Многие бывшие воспитанники приехали на юбилей секции, которая дала им путевку в большой спорт. Немного дней у нас не было. Мы тренировались семь дней в неделю. Лыжи, футбол, бег. В шесть утра Николай Владимирович с нами бегал просто ежедневно, вне зависимости от погоды. Приветствуя гостей и участников соревнования, глава города выразил спортсменам особую благодарность. Выражаю вам глубокую признательность за верность к любимому делу, за спортивное достижение, успехи, за пропаганду здорового образа жизни. Среди первых людей, которые помогали Николаю Савиничу в его работе, была его жена Галина Сергеевна. Знак уважения ученики школы подарили ей памятный подарок. Николай Владимирович был примером подражания для многих юношей и девушек. Частичка его души по сей день остается в сердцах его благодарных воспитанников и тех, кто с ним работал. Директор Смоленской атомной электростанции Павел Лубенский также стоял у истоков становления дзюдо в Десногорске. Он тренировал детей и взрослых от Амграда вместе с Валерием Щемилевым. Благодаря Николаю Владимировичу такой шикарный, я скажу, шикарный зал, шикарная школа борьбы, много детей, хорошие тренеры, хорошие воспитанники. Ну, радостно. Усилиями городских властей проведена реконструкция спортивного зала. Теперь спортсмены могут тренироваться в максимально комфортных условиях. Можно гордиться, как сделали наш... Он стал светлым, стал большим. Теперь детям здесь заниматься комфортно, тепло. И это самое главное – безопасно. В соревновании приняли участие 170 юных дзюдоистов из Московской и Смоленской областей, а также из Республики Беларусь. Возрастная категория от 8 до 12 лет. Они продемонстрировали высокий уровень навыков владения боевым искусством. Лучшими стали Дмитрий Гуща, Даниил Малов, Артем Дмитриев и Александра Орлова. Победителям были вручены медали, кубки, грамоты и подарки с символикой праздника. По окончанию мероприятия состоялась фотосессия детей и тренеров. Виталий Волку, Светлана Разганова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Есна-ТВ.